Подвиньте чуть-чуть поближе. Прошло два с половиной месяца, да? И вот я видел тебя тогда в роще и сейчас, да, вижу? Второй раз. Я могу там свое мнение сказать, но я не так часто вас видел, чтобы какие-то выводы делать. Можешь ли ты сказать сейчас что-нибудь? Какие у тебя, что накипело, что внутри? Накипело в общем или... Ну не то, что накипело, а что, какой вот, что ты получишь. Не то, что получил, а что ты сейчас чувствуешь, да, заканчивая это обучение. Ну, заканчивай. Плюсы, минусы, да. Все, все собрать. Я, честно говоря, особо так собрать, наверное, все мысли не смогу, потому что не вспомню, можно сказать. Многое могу и не вспомнить. Многое этот останется, наверное, где-нибудь там, за кадром. Но, в общем, если говорить о прошедших двух с половиной месяцах, в общем, было все здорово, да? Да, вот, в целом, если эмоции все взять, каждодневно это работа, работа, работа наша. Отдача Юрина, отдача, которую он нам отдавал целыми днями, просто вот с утра до вечера. Ну, в общем, я, собираясь сюда, ожидал этого, то есть то, что Юра будет отдаваться, в смысле, хорошее знание будет нам давать. То есть я даже, смотря его за, ну, смотря его в Ютубе, да, то есть на экране, я в нем, в первую очередь, увидел человека, да, который, ну, просто честного человека, скажем так, вот. Вот, и больше всего меня привлекло вот это, то есть качество человечности в Юре, да, вот, то, что я сюда ехал, вот. И когда я сюда приехал, ну, как бы мои эти не подвели меня, то, что я о нем думал, да, вот, качество человека. Ну, про качество преподавателя я его вообще просто не знал, да, вот, можно сказать. Пару роликов видел, я смотрел его, ну, меня взяло то, что, ну, харизма, наверное, да, Юры, что грамотно разговаривал, грамотно объяснял и, соответственно, грамотную работу делал, то есть видно было. Вот, ну, в общем, Юра меня не расстроил, это однозначно, то, что я сюда приехал, и вся учеба, и весь процесс. Я ожидал, но не так много, не настолько, что у нас хорошо будет. Очень много эмоций получил от всех преподавателей, которые у нас помимо Юры были. Очень интересно было многие вещи для себя познать. Та же самая лепка, тот же самый рисунок, да, как бы, как мы учились рисовать с малых азов, да, вот, ну, очень интересно было, можно сказать. Что касается колористики, тоже полезную информацию я оттуда себе, для себя извлек, конечно, не все техники я буду использовать, но полезную информацию я оттуда для себя все-таки извлек, и были там моменты, то, что я буду делать у себя в практике в будущем. Так, что еще? Ну, по поводу бритья, тоже, можно сказать, рука хорошо наработалась. Спасибо Петру и Манечку. Вот. Ну, в общем целом, эмоции у меня очень даже такие положительные эмоции, можно сказать. Я вот, я даже получил больше то, что даже ожидал сам в этом учебном процессе. Очень интересно было. Слушай, ну, я так понимаю, твоей бороде тоже правильно оформить? Конечно. Да, начал видеть формы, правильные формы бороды, как нужно строить правильную проекцию. В общем, правильные стрижки, вообще по-другому, взгляды на стрижки мужские просто колоссально изменились, у меня взгляд изменился на стрижки. И вот, что касается бороды, да, тоже на самом деле очень много разных вариантов, как можно стричь, причем ножницами, а не машинкой, можно сказать. Вот. Да, давай, Ваня, вопросы. Да, сейчас, сейчас. Как приятные ощущения? Приятные ощущения. Очень приятные. Я, можно сказать, полюбил уже эти ножницы, раньше которых очень сильно боялся. Сейчас вообще с этими ножницами так начал дружить, что прям уже в некоторых моментах даже уже брежу, да, этими ножницами, можно сказать. Я уже себе подсмотрел, хорошие ножницы уже нашел, и будем идти к ним. То есть не такие дешевые ножницы, да, то есть есть куда стремиться. Можешь вспомнить, вот как ты сюда приехал первый день вообще, да, и вот что в тебе поменялось за это время, как ты сам считаешь, может быть там, может ты как-то эмоционально изменился, понятно, что знание получилось. Как ты поменялся как человек здесь? Ты знаешь, Ваня, я тебе такую вещь скажу, такую историю, такую маленькую, не совсем раскрытая, я тебе скажу, наверное, конечно, но перед тем, как приехать сюда, я, можно сказать, уже изменил свою жизнь, то есть кардинально изменил свою жизнь, свою работу. И, в общем, у меня все кардинально поменялось в жизни, и, соответственно, я решил и в профессии себя найти. Я очень долго, можно сказать, шел к сегодняшнему дню, очень долго, но сам того не осознавал, конечно, но вот очень долго шел. У меня с 2006-го, 2007-го года возникло, в 2006-м или 2007-м году точно не помню, но возникло, в голове пробежалась такая мысль, а не стать ли мне парикмахером, мужским парикмахером. И на тот момент я был молодой, можно сказать, и пару человек поспрашивал я там, что, какая там профессия, можно ли туда. В общем, отозвались плохо на тот момент, и меня тоже немножко амбиции сыграли, и как бы я оставил, махнул на это. А что за убийца? Ну, то, что мужчина, парикмахер, там, не то, короче. У нас особо в те времена еще мужских парикмахеров в Дагестане, да, можно сказать, очень нужно было на пальцах, наверное, пересчитать. И то, может, и были, не были, вопрос большой тоже. Вот, это на сегодняшний день у нас, как бы, мужские парикмахеры как бы в моду вошли. Уже часто. Да, уже часто вошли, и очень много мужчин практикуют в области парикмахерской, во искусство. И поэтому, дай-ка, думаю, я свои амбиции оставлю там где-нибудь позади, попробую. А может, на самом деле это мое. Вот, как бы, такой переломный момент был у меня в жизни. Дай-ка, думаю, попробую. Мое, значит, возьму. Не мое, так не мое, да, то есть... Это же сентябрил 2006 год, и когда ты заново возобновил вот этот вопрос? А, это желание возобновилось у меня совсем недавно. Вот перед тем, как приехать, ну, где-то в феврале, наверное, месяце этого года, я вот уже не знал, куда податься, да, у меня такой переломный момент был в жизни, да, уже и работу я старую свою бросил, и все, уже мне нужно было работать, мне нужно было с профессией определяться, нужно было куда-нибудь подаваться мне. То есть я искал себя даже с тех пор, да, можно сказать, с 2006 года я себя во всех профессиях практически поперепробовал везде, и нигде себя не мог найти, можно сказать. И вот 2000, вот сейчас в этом году, когда уже мода пошла, дай-ка, дай-ка, думаю, попробую, и там, там, тут узнавал, ну, и неплохо зарабатывают, можно сказать, барикмахеры, и решил попробовать, скажем так, ну, начал интересоваться, где, что, хорошие мастера. В общем, такое маленькое образование получил у нас там в городе, получил, потом пошел, уехал к себе в село, начал работать, но мне что-то, ну, не скажу, что что-то не хватало, прям вот мне ничего не хватало, вот я работаю, и я чувствую большой дискомфорт, что как будто бы мне чего-то или не додали, там, или, ну, в общем, я очень большой дискомфорт чувствовал себя, я чувствовал, что я не умею работать абсолютно просто, вот, и начал уже искать более, ну, как бы, этот, мастеров выше класса, где бы мог я поучиться, где бы я мог стопроцентные знания взять, где бы я мог стричь, зная, что я стригу, вот, и, в общем, случайно, буквально случайно, вот, наткнулся на Юру, посмотрел его, уже боль, малые сроки я уже для себя решил, определился, с Юрой тоже поговорил, там, пообщались, в общем, решил пойти учиться к нему, и, можно сказать, на сегодняшний день я абсолютно не жалею, то, что я к нему пришел, и то, что я от него ухожу с полным багажом знаний, можно сказать, ну, для меня вот то, что Юра дал, это просто вот выше крыши, можно сказать, да, это просто, я не могу словами даже выразить благодарность за те, за те труды, которые он вложил в меня конкретно, да, я просто не ожидал, что настолько такая богатая отдача будет со стороны Юры, ну, в общем, я Юрой доволен, и сменой своей профессии ты уже очень доволен, думаю, что буду продвигаться просто вот на высшем уровне уже, я сейчас вижу, что творится, да, в парикмахерской, в искусстве парикмахерском, кто что как стрижет, и я понимаю, что мне так покажется, наверное, как будто бы я хвалюсь, да, но на самом деле у меня такое состояние, да, сейчас в душе, что у меня очень много знаний, мне всего лишь нужно немножко попробовать на практике, и мастер из меня будет, это 100%. Знаешь, и что стрижет, где стрижет, и когда стрижет, типа такого. Ну, что дальше думаешь, какие планы? Планы расти, развиваться. Надеюсь, мы с Юрой еще не последний разведемся, надеюсь, что у нас дальше будут отношения партнерские, то есть мы будем вместе развиваться, мы будем вместе идти к каждому, ну, к цели, ну, каждый, кто поставил перед собой цель. А как понять партнерский, что это значит? То есть вы в городе будете работать по этому процессу, и как это все? Ну, как-то да. Ну, Юра, наверное, не знаю, сейчас он будет это все выкладывать или не будет, но да, как-то получается, что у нас культура мужских парикмахеров на этом не останавливается, мы будем развиваться, мы будем расти, у нас команда будет просто огромная, мы будем в каждом регионе, как бы, свои, как Юра говорил, свои салоны у нас будут, и мы будем расти, и мы будем мастерами высшего уровня, то есть дорого-богато, скажем так, будем стричь. Да, это просто не может не радовать, конечно, просто амбиции, эмоции просто зашкаливают, когда уже задумываешься вперед и понимаешь, что творится на рынке, парикмахерское искусство, и когда видишь и знаешь, что ты можешь зарабатывать больше, у нас, в общем, большие планы на будущее. А есть цель, на что зарабатывать? На что зарабатывать? Как таковой цели у меня нет, на что зарабатывать. Моя цель, в первую очередь, это правильно жить. Моя цель обеспечивать свою семью, своих детей. Самая большая цель, вот это, наверное. А так, чтобы материально к чему-то стремиться, у меня как бы нет такого. Чтобы я там или машину хотел, или квартиру хотел, и на это буду я копить. Таких больших планов нет у меня. То есть на материальные ценности я не мечусь. Мне самое главное достойно обеспечивать свою семью, чтобы моя семья не нуждалась. Тебе это правда нравится? Мне очень нравится, честно говоря. Я долго думал, да, вот я вначале, так сказать, когда шел в эту профессию, я изначально в целях материальных. То есть как работу я хотел это все. Я рассматривал это как работу, да, то есть хорошая работа, от которой где не будет твоего начальника, где ты сам от себя будешь зависеть. Хочешь, вышел на работу, хочешь, с детьми погулял. Ну, то есть свободный график у тебя будет, да, в любом случае. То есть таких напряженных, напряженности не будет. Меня это больше всего волновало, и мне нужно было, чтобы у меня не было начальника, чтобы я сам себе хозяин, любое время могу выйти заработать, поработать. Ни от чего не зависел, да, можно сказать. Мои ножницы, мои руки и я. Вот. И моя голова, соответственно. И с этим я шел, то, чтобы зарабатывать. Ну, в процессе мне даже больше, больше скажу, что не только понравилось, но и мне захотелось даже еще выше развиваться. Мне стало это все очень интересно. Когда одна узнаешь, хочется узнать и второе, и третье. Поэтому планы есть, расти. Это однозначно. Сидеть на одном месте и стричь одних и тех же людей за одни и те же деньги. И как бы такого плана нет. Хочется развиваться, хочется расти. В общем. А здесь жили как? Все вместе жили? Да, мы с ребятами здесь жили. Мы снимали хостел, можно сказать. Очень дружно жили, очень весело, можно сказать. А сколько человек? У нас пятеро было. Двое девчонок. У них своя комната. Мы втроем с парнями жили отдельно. Очень весело было. Сдружились. Ребята тоже очень адекватные. Все нормально. Ты как считаешь, вместе лучше жить на таких проектах или по отдельности? Вместе? Ну, как бы в одной точечке. И все равно лучше это сто процентов, потому что мы сами ощутили это все. Весь процесс, который здесь проходит днем, мы вечером садились, спокойно обсуждали, рассматривали. Были непонятные моменты, тоже вместе рассматривали. Вместе радовались, вместе расстраивались, можно сказать. Делились друг с другом. В общем, без этого очень скучно будет. Два с половиной месяца с ребятами лучше, мне кажется, пожить. Интереснее будет. Намного просто. Сдружились? Да, очень даже сдружились. Ну, в общем, от ребят у меня хорошие положительные эмоции остались. Такие адекватные ребята, можно сказать. Ну, по сути, как бы нашли друг друга. Да, да, команда интересная у нас. Вот. Вот такие пироги. Ну, наверное, последнее. Ты можешь по итогам проекта что-то передать. Приветствую, поддержку, поблагодарить. Кто смотрел. Да, поблагодарить это сто процентов, потому что в первую очередь я, как и ранее выговаривался, хочу поблагодарить Всевышнего, который направил меня в эту профессию, который направил меня именно к Юре. То, что он познакомил, то есть то, что я нашел Юру, именно Юру, то, что нашел, благодарю Всевышнего. Вот. Во вторую очередь, благодарю своих родителей, которые в самую тяжелую и трудную минуту поддержали меня. Только они знают, как тяжело мне эта учеба далась, какими путями, какими средствами. И этот, они как бы помогли мне. Им большое спасибо. Большое спасибо Юре, конечно. То, что он в меня вложил, лично в меня, как бы я считаю, что видя то, что сейчас творится в мире барикмахеров, то есть такого мне бы ни один мастер не дал бы, это сто процентов. Ира, тебе огромное спасибо. Желаю тебе творческих успехов в твоих начинаниях и особенно желаю счастья тебе в семье, чтобы все твои родные и близкие всегда были рядом и чтобы они тебя не расстраивали. Вот. Что еще сказать? Всем спасибо, кто за меня болел, кто меня смотрел, кто переживал за меня. И всем ребятам тоже спасибо, кто с нами, кто со мной в проекте, кто со мной учился. Им тоже огромное спасибо за понимание. В некоторых моментах были у нас и непонятные моменты, и веселые, и хорошие. И все, все у нас было, можно сказать. Ну, в общем, спасибо, ребята, что вы меня адекватно поняли. Вот. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот. И скажу так, большое спасибо моей прошлой жизни, то, что это был для меня как бы толчок в новую жизнь. Вот. Как бы без того это не случилось бы, да, можно сказать. Всем спасибо. Салам алейкум. Молодец. Сейчас отключу микрофончик, подожди. Слушно, поздравляю с этим обучением. Спасибо, вы завершаете. Это, конечно, круто. Очень круто, честно говоря. У меня очень много мыслей было.